В древние времена для прокладки водопроводных и канализационных магистралей использовали различные материалы. Ассирийцы строили свои акведуки из известняка, греки и римляне использовали глину. Намного позднее для этих целей стали использовать чугунные и стальные трубы. Однако время показало, что эти материалы недолговечны. Им на смену пришли полимерные трубы, которые теперь широко используют для прокладки различных магистралей. Сегодня сделано в Украине! Сегодня сделано в Украине! Мы расскажем о том, как делают двухслойные гофрированные трубы для канализации буровых скважин и водопровода. Для производства труб сырье в виде полимерных гранул доставляют на завод в герметично упакованных полиэтиленовых мешках. Затем гранулы загружают в бункеры производственных линий, где происходит процесс подготовки, сушка и перемешивание. После этого сырье поступает в экструдеры. Его расплавляют под действием температуры около 300 градусов и при помощи сильного давления и шнековой передачи подают на формирующую головку. В формирующих сегментах линии под действием вакуума происходит формирование двухслойной гофрированной трубы с раструбом. Внутренний слой трубы гладкий, белый. Верхний слой трубы ребристый, оранжевый. Это придает трубе большую жесткость, что очень важно из-за условий укладки и дальнейшей эксплуатации труб без напорной канализации. Механически повредить такую трубу крайне сложно, а потому она способна выдерживать большие нагрузки, создаваемые грунтом. Далее трубу охлаждают и режут на отрезки. Максимальная длина – до 6 метров. Трубы имеют диаметр от 200 до 800 миллиметров, а потому для изготовления каждого вида труб на формовочную экструзийную линию устанавливают разные формовочные сегменты. Линия производства труб полностью автоматизирована. Оператор за компьютером следит за всеми процессами – запуском производства, подачей сырья, соблюдением температурного режима, работой вакуумного отделения формовочной машины, узлом резки и выхода трубы на склад. Датчики показывают, при какой температуре идет расплав сырья, с какой скоростью выходит труба. Затем отрезки трубы поступают на подготовительную площадку, где на них надевают уплотнительные резинки. Каждая партия труб проходит внутренний контроль качества. В лаборатории предприятия проверяют различные качественные показатели продукции, плотность труб, класс, жесткости и другие характеристики. Из трубы вырезают сегмент размером до 50 см и именно на нем проводят все испытания. Гофрированные трубы соединяются при помощи раструбов с применением специальных прокладок. И это является их огромным преимуществом. Для укладки таких труб не нужна специальная квалификация, достаточно проинструктировать рабочих. Не требуется также применение специальных инструментов или каких-либо дополнительных материалов. Эти трубы долговечны, их можно использовать не менее 50 лет. Кроме того, они намного легче металлических труб, что значительно упрощает транспортировку и монтаж и дешевле в производстве. Полипропиленовые трубы обладают высокой каразийной и химической стойкостью, а потому могут эксплуатироваться в агрессивной для материала среде. К тому же использование данной технологии позволяет избегать загрязнения подземных вод. Используя такие трубы, сегодня в нашей стране прокладывают отводные, санитарные и дождевые канализационные магистрали. После прохождения всех процессов и проверок в лаборатории, трубы отправляют на склад и отгружаются потребителям.